Другим темам. В Новосибирском Академгородке испытывают новейшие стимуляторы роста растений. Ученые ожидают, что они позволят излечить побеги от болезней и способствовать быстрому росту плодов. Тему продолжит Виктория Рыжих. В этой лаборатории изучают взаимодействие гормонов растений. Первые испытания показывают, что эффект от применения в разы выше. Растет урожайность, растение более устойчиво к болезням и неблагоприятное окружающей среде. Идея принадлежит аспирантке Дарьи Новиковой. Сейчас она в Голландии выиграла грант на обучение в аспирантуре. В составе современных удобрений только один гормон. В Новосибирске применили принципиально иной подход. У нас было предположение, что это происходит через определенную группу генов. Вообще это известно уже для некоторых фитогормонов, но вот для данной комбинации нет. Затем, это уже было наше совместное рассуждение с коллегами. Мы пришли к выводу, что можно было бы на основании этих взаимодействий сделать стимулятор роста, который будет именно основан на эффекте не одного фитогормона, а собственно нескольких. Ученые работают по принципу зеркальной лаборатории. Это значит, что исследования в одном и том же направлении параллельно проводят и в России, и за рубежом. В данном случае в Германии. Мы занимаемся анализом полногеномных данных. То есть известно, что вся информация о живых организмах, она закодирована в их геноме, то есть в полном наборе генов этого организма. Сейчас новые технологии позволяют получать данные секвенирования полного генома сразу. Скринговую систему, то есть позволяющую из множества композиций отобрать самые перспективные, применяют на модельном растении семейства капустных. Затем по плану помидоры и пшеница. Условия позволяют экспериментировать. Теплицам института больше полувека. Работу почти полутора тысяч квадратных метров парников обеспечивает всего шесть человек. Здесь выращивают злаковые, горох, морковь, несколько видов земляники, табак. Словом, экспериментальная база для дальнейших прикладных исследований – одна из крупнейших в стране. Сейчас сельское хозяйство активно внедряют экологичные методы стимуляции роста растений. Препараты на основе фитогормонов вводят нанодозами, а значит, они более щадящие. Со временем нитраты уйдут в прошлое, прогнозируют ученые. Виктория Рыжих, Александр Ведерников, Новости ОТС.